Меньше думать о работе хочется сейчас некоторым людям из-за приближающихся праздников. Тем более уже сейчас женщины принимают поздравления. Кто и как уже порадовал иркутянок, расскажем далее. Эти двери открываются буквально каждую минуту. Большинство иркутян в начале месяца спешат заплатить за свет и тепло. Другие приходят проконсультироваться по своим вопросам. Надежда Севастьянова в числе постоянных посетителей. Каждый месяц общается со специалистами Иркутской энергосбыта. Но сегодня женщину, кроме разговоров о бытовых вещах, ждали и весенние подарки. На самом деле очень была приятно удивлена. Нас так чудесно поздравили сладким подарком и цветами. Очень душевно. Желтые тюльпаны здесь украшают каждый стол. Презенты получают все гости. Так энергетики решили в Иркутске порадовать женщин накануне 8 марта. Очень мне это понравилось. Я пенсионерка, не работаю, поэтому сейчас такого коллектива уже нет. Никто меня не поздравляет, поэтому очень приятно. Такую весеннюю акцию в своем иркутском подразделении Энергоходинг НПлюс проводит впервые. Ее решили организовать после прошлогодних добрых отзывов от цветочных презентов в Братске. В результате в этом году тюльпанами и сладостями праздничное настроение создают женщинам также в Устилимске и Ангарске. В этом году была достаточно долгая, длинная, суровая зима. И всем нам хочется уже почувствовать на себе весеннее тепло и яркое солнце. И во всех филиалах региона посетители, которые приходят к нам решать свои вопросы, получают улыбку и хорошее настроение. Дарить весеннее настроение продолжат энергетики и завтра, 7 марта. А сама акция, скорее всего, станет доброй традицией. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням.